Всем привет, с вами Павел. И сегодня я хочу вам рассказать о новой карте дополнения Кобальты и Катакомбы, которую мне предоставили Blizzard. Они дали мне карту на друида, которая называется Косолапый Страж. Он стоит 8 маны и имеет провокацию с предсмертным хрипом. Вы вербуйте двух существ стоимостью 4 или меньше, и имеете сцеты 3,5. И если вы сравните карту с другими существами за 8 маны, такими как Король Лич, такими как Доисторический Дракон, Рагнарос, Слуга Света, или же, например, Тирион Фордеринг, то на первый взгляд карта может показаться слабой. 3,5 статы за 8 маны, что является статами существа за 4. Однако, если построить колоду вокруг этой карты, если положить дешевых существ провокации, таких как Щитоносец Синжина, Зараженный Теориен, Смоленой Страж, Владыка Склепа, в таком случае карта может принести немало выгоды. Например, вы сможете с нее получить двух Щитоносцев Синжина, что суммарно будет иметь 9-15 статов. И по факту в игре нет других существ с такими высокими характеристиками. Кроме того, это не одно большое существо. Это три существа, что на самом деле является большой разницей, потому что это намного лучше против Сингл Таргет Ремувалов, таких как Кровожадный Злолист, Похищение Жизни, или же других карт подобного типа. Ее безумно неудобно разменивать, из-за того, что это несколько существ, что делает костяную кобылу, которая зачесалась во многих колодах в данном мете, менее эффективной против нее. Помимо этого, она еще и прокручивает вашу колоду, что увеличивает шанс быстрее найти ключевые карты, такие как Хадронокс, Энзот, Тотальное Заражение. И так как Друид имеет множество рамп-опций, таких как Буйный Рост, Нефритовый Цветок, Дарк Природы, вы сможете ее поставить раньше 8-го хода и получить очень много выгоды. Конечно, есть шанс найти дешевых существ. До того, как вы успеете получить хоть какую-то выгоду с этой карты, но это супер маловероятно. Данная карта не вписывается в текущие метовые колоды Друида, в Джейд Друида, и в Биг Друида. Да для чего же она вообще нужна тогда? Первое, что мне приходит на ум, это Таун Друид. Она отлично в него вписывается и сильно усиливает Энзота в этой колоде. Поскольку имеет предсмертный хрип, играя эту карту, вы, вероятно, захотите играть зараженного Турена помимо нее, что усилит Энзота. Теперь он не будет призывать одного Хадронокса, что, как правило, слишком медленно. Теперь он вас будет защищать существа с провокацией. Проблема в том, что на данный момент Таун Друид не является соревновательной колодой, но в целом все равно довольно солидная колода с потенциалом, у которой есть свои хорошие матчапы. И с выходом новых карт имеет шанс стать топовой, сильной колодой. И сейчас главный вопрос. Увидим ли мы эту карту в успешных соревновательных колодах этого дополнения? Как мне кажется, нет. Поскольку такие колоды, как Джейд и Биг Друид, слишком сильны, чтобы играть что-то вместо них, как мне кажется. Однако, есть множество примеров различных карт, которые на момент появления не могли найти себе места. Но потом, с выходом последующих дополнений, с выходом новых карт, или же уходом старых из стандарта, начинали играть новыми красками и очень хорошо вписывались в различные колоды. И на мой взгляд, это как раз тот случай. На мой взгляд, это одна из таких карт. И не за горами следующая ротация карт, после которой больше не будет Джейдов, что усилить Друиды на провокациях и откроет просторы для создания новых колод. Спасибо Близзард за предоставление карты. И я надеюсь, что вам понравился мой обзор на карту и надеюсь, что вы в предвкушении выгода нового дополнения Кобальта и Катакомбы. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой карте. Субтитры создавал DimaTorzok